Всем привет! С вами снова славный дружа Обломов. Постоянно я вижу комментарии под своими видосами, что что-то я делаю сложно, что что-то я делаю непонятно и что ингредиенты нигде не достать. Сегодня у нас будет один из самых простых вообще рецептов и тем не менее самых вкусных. Если у вас есть сковородка, я буду жарить на гриле, но если у вас есть сковородка, вы можете сделать абсолютно то же самое. Мы зажарим куриные грудки с сыром, со специями и сделаем особый, пожалуй, самый вкусный и быстрый. Вот знаете, есть соотношение, там как бы вкус, цена, и там где-то оно пересекается и постепенно становится очень дорого, очень вкусно, но слишком дорого. Вот этот рецепт черри, который я сейчас делаю, это самый вкусный и быстрый гарнир к любому мясу, который можно сделать, если у вас стейк, если у вас куриная грудка, да, наверное, практически к чему угодно. То есть это быстро будут обжаренные черри, которые подходят вообще к любому блюду. Погнали! Вот у нас есть две вот такие куриные грудки, точнее у нас даже не куриные грудки, а у нас остовые. Нам нужно снять с них филе. То есть берем вот так туда, заглядываем, смотрим, где у нас появляется мясо, и постепенно вот так вот его отрезаем. Чем аккуратнее, тем меньше у нас будет потрачено. Вот у меня целое филеха, и тут осталось совсем чуть-чуть каких-то ошметков. Ну и повторяем так четыре раза. У нас будет четыре порции. Нам нужны вот такие вот, я не знаю, это нельзя назвать стейками. Почему? Потому что курица это, блин, не стейки. Но тем не менее, я назову это куриные стейки. Вот так отфигачиваем. Это, само собой, идет на бульон, это все знают. Теперь, что касается специй, я возьму розмарин и тимьян. И, само собой, оливковое масло и свежемолотый перец. Но тут такая тема, что так как этот розмарин и тимьян будут в оливковом масле и внутри грудки, внутри, кстати, кожу я с нее не снимаю, я хочу ее подзолотить на гриле, может быть, получится, то пофиг брать свежий или не свежий. Для стейков, вот что касается стейков, там все-таки нужен мощный такой аромат. Лучше брать свежий розмарин, свежий тимьян для каких-то соусов. Что же касается при перчевании, при саливании какими-то специями мяса, можно брать и сушеный. Он продается вот в таких пакетиках вообще где угодно. И розмарин, и тимьян, и орегано, и что угодно. На каждой грудке есть сзади вот такая вот штуковина, знаете, которая вообще ни к селу, ни к городу. Она обычно все равно отваливается и мешает грудке равномерно прилегать. Вот, поэтому мы каждую грудку вот так переворачиваем. Видим там вот такую вот отдельную фиговину. И я ее, короче... А, смотрите, я опять порезался. Спасибо ножам Самура. Блин, чтоб я так жил. Каждый раз я режусь. Вот. То есть вот эта вот фитюлька, ее очень легко. Лучше ее вот так отрезать, пускай будет плоская абсолютно грудка. И теперь грудку мы расслаиваем пополам. Расслаиваем мы ее сбоку. Так, сбоку. Вот начиная от толстой части. Видите, она как бы на нет сходит. И вот начиная с толстой части, мы вот так вот туда забуряемся ножичком и чувствуем рукой внутри, докуда дошел нож. А потом оп, вот такими вот движениями оп. Все, все, больше ее расслаивать не надо. Вот сюда мы запихаем и наши специи, и сыр, и даже чеснок. Теперь берем веточку тимьяна. Ой, я извиняюсь, это розмарин. Веточку розмарина и тимьяна тоже, кстати. И вот так вот, вот так, немножечко, несколько веточек, точнее несколько листиков, вот так вот на каждую, на каждую грудку. Немного не перебарщивайте, это все-таки вам не стейк как бы, не такой мощный. И вот так вот тимьянчика. Ну вот так, чтобы распределить. И вот сюда тоже. И вот так. Сюда же мы и перец засудим. Просто смотрите, чтобы вот таких палок не было. То есть лучше взять палку и вот так вот с нее сдирать. Ну просто на тимьян уходит время, потому что веточки вот такого вот размера, они вот такие вот малюсенькие, поэтому приходится попариться. Все, теперь это пахнет просто обалденно. Это почти, почти готовое блюдо. Вот так. Пахнет как будто стейк уже. Теперь зафигачиваем сюда перец. Тоже без особого фанатизма. Вот так вот. Рецепт на самом деле очень простой. Некоторые рецепты люди как бы восхищаются, типа, о боже, дружи, это офигительно. Да это вообще не рецепт, понимаете? Я не могу назвать это рецептом. Теперь берем зубчик чеснока и делаем вот так. Бэм. И вот сюда его. Делаем вот так. Бэм. И вот сюда его. Ну то есть по два раздавленных вот так зубчика чеснока внутрь. Потому что это раздолбайский рецепт. И он очень простой и быстрый. Хотя, если честно... Ой, он убежал. Он убежал почти в лицо оператору. Но если честно, я бы не назвал это вообще рецептом. Потому что это просто фаршированные грудки с розмарином и тимьяном. Знаете, из серии, что было, то запихали внутрь и поджарили. И получилось вкусно. Я надеюсь, вкусно получится. Ой. Примерно вот так. Теперь в каждый кусок я запихаю вот такой вот кусочек сыра продолговатый. Положив его вот так вот. Вот. Вот так вот. Он будет достаточно толстенький. Но при этом коротенький. Для того, чтобы я мог закрыть. Вот так. Ну, немножечко соли. Немножечко соли. Вот так вот. Смотрите, теперь оп. Зашибись. Оп. Зашибись. Я даже не буду как бы особо никаких шпажек там, ничего. Потому что, не знаю, мы побжарим с одной стороны. Потом сразу же с другой стороны. Вот, собственно, и весь рецепт. Накрываем. Сверху мы польем грудки вот так вот. Оливочем для жарки. С высокой точкой кипения. Вот так вот. Ну, и тоже свежемолотом. Сверху уже не будем добавлять ни тимьян, ни розмарин. Потому что он с нос валится. Все уже есть внутри. Чесночок. Все внутри. Но главный ассистент на месте. Поэтому можно приступать. Прогреваем гриль. Вы это можете делать вообще на обычной сковородке. Сто процентов. Но мы прогреваем гриль. И... Ух ты, пиво в кадре. Ну, ладно, так пошло. И вот так вот его чистим. Чистим, чтобы всякие огаринки не прилипали. Вот эту полочку тоже протрем. Начинаем выкладывать. Хорошо. Зашипело, зашкварчало. Это классное начало. Ммм, опять стихоплет. Выкладываем на достаточно... Достаточно жаркий гриль. Вот так. Ну и закрываем. И где-то... Минуточки по 2,5-3 с каждой стороны. Так. Отлично. Все шкварчит, шипит. Вот так. Опа. Оп. Главное, чтобы не раскрылось. Ну, хотя даже если раскроется, небольшая беда. Главное, чтобы специи внутри остались. Вот так. Оп. Вот так. Вы, кстати, можете сказать, типа, эй, они же дофига сырые внутри. Ничего страшного. Вот для этого есть вот эта вот полочка. Сейчас покажу. Ну и закрываем еще на 2,5-3 минуты. В зависимости от того, как вы прогрели. Нам нужны только вот эти вот, как бы, полосочки красивые, а потом мы переложим вот сюда и все дойдет. А мы займемся в это время помидорками. Для супер-мега гарнира или закуски, или дополнительного аппетайзера, я не знаю, как это называют профессиональные повара, нам понадобятся просто обычные помидорки черри. Я, на самом деле, такие вот продолговатые не очень люблю. Я люблю, короче, объясняю. Самые лучшие черри это на ветке. Понимаете? Это черри, которые висят на веточке. Это веточка, когда они уже лежат в магазине, она их как бы напитывает соками, и поэтому они становятся жухлыми позже всех. А вот в таких банках это один раз может повезти, второй раз может не повезти. Это знаете, как когда вы покупаете помидоры в таком поддоне из такого пенопласта или типа того, они всегда жухлую часть кладут на пенопласт вот так вот вниз. А ты ее как бы открыть-то не можешь, потому что некрасиво будет. Вот. Нам понадобятся всего лишь такие черри, нам понадобятся орегано, сушеные, это как бы душица, орегано. Орегано красиво звучит, как будто вестерн какой-то. Вот, и нам понадобится сушеный базилик, именно сушеный базилик. А еще нам понадобится оливковое масло, соль и сахар. Обязательно немножко сахара, в этом вся тема. Так, вот смотрите, сыр начал плавиться. Так. Перекладываем вот сюда. Все это дело. Главное, чтобы они не передержались внутри, потому что нам этого не надо. Вот, кожица стала хрустящей, но это все, что нам нужно. Вот так выкладываем. Я переверну для красоты. Что-то падает вниз, это плохо. Ну, ничего, сейчас. О, такие вот получаются у нас мягенькие грудки. Они внутри еще немножко сыроватые, смотрите, видите? Оп, они внутри сыроватые. Но сейчас они вот тут полежат и будут вообще зашибись. Это я вам точно говорю. Так, берем, добавляем на горячую сковородочку оливоча. Вот так, нормально добавляем оливоча. И кусочек сливочного масла обязательно. Со сливочным маслом все становится гораздо нежнее. Обожаю сливочное масло. Высыпаем черри, добавляем специи. Орегано. Вот так вот. Орегано можно чуть-чуть. А вот базилика побольше. Вот так вот. Вот так вот базилика. Соль. Соль. И буквально щепотку я добавляю сахара. Мне нравится, как помидорчики становятся более сладковатыми. Вот так вот. И постепенно их тушим, когда они не станут такие... Слышите звук? Пока они не станут мягкие. Нам нужно, чтобы они не полопались и не превратились в кашу, но стали такими мягенькими. Вот, еще, наверное, минуточка. Вот эта вот закусочка делается в считанные вообще секунды, можно сказать. Все. Это даже чувствуется. Видите, они стали мягкие такие. Мягкие. Это значит, что это отличный гарнир. Они, кстати, холодные, тоже отлично заходят. Так, ну, грудки шкварчат. Смотрите. С них тянется сыр. Так и надо. Так и надо. Это значит, что все идет по плану. Сыр должен немного вытекать. Ну, не в идеале, конечно, но ничего страшного. Вот. И вот такие вот у нас грудки. Они полностью готовы внутри. Само собой, со вкусом тимьяна, розмарина. Чего это торчит? Нам не надо. И чеснока. Ну, вот такая вот получается штуковина с сыром, тимьяном и розмарином, и чесночком, и со всеми делами. Выкладываем. Ну, выкладываем немножечко наших томатов. Они супер мягкие базиликовые томаты. Я не мастер сервировки, не мастер подачи. Понимаете, я как бы что умею, то и делаю. Так что вы как бы критиковать можете, но не за то, что я супер шеф-повар. И вот здесь осталось вот такое вот сорегано, со всеми делами. Здесь осталось вот это вот маслице. Вот это вот сливочное маслице. Это, пожалуй, самое вкусное. О, да. Затестим? Одно из самых простых и офигенных блюд. Не знаю. Тянущийся сыр, кусочки чеснока и вот такие вот мягкие базиликовые помидорки. По ресторанности и по сложности приготовления это 6-7 из 10, то есть может 5, может 4. Я даже не знаю, что такого. Расслоили грудку, туда напихали всякого и зажарили, например, просто на сковородке. Или зажарили на сковородке и довели в духовке. Но вот эти вот помидорки, вот попробуйте. Вот я вам просто советую, фиг с ней с грудкой, фиг с ним с розмарином, фиг с ним с тимьяном. Вот эти помидорки с базиликом и орегано, двумя сушеными специями, которые есть везде вообще. Они даже в Дикси есть, они даже в Магните есть, они есть где угодно. Вот попробуйте. Со сливочным маслицем, с солью и перцем на оливковом масле вот так чуть-чуть, чуть-чуть. Вот потушите, чтобы они мягенькие стали. Не развалились в кашу, а вот как только они чуть-чуть поплыли, все. Вот попробуйте, просто попробуйте. Я вам говорю, это вещь. Я уверен, что это не я придумал. Я просто однажды у меня дома было нечего жрать, у меня стояла вот эта вот банка черри, единственная, короче. И я нашел специи, которые, по моему мнению, подошли бы. Я вот это нафигачил, это получилось божественно. Я уверен, что многие повара вот этим пользуются. Вот этим сочетанием томаты, орегано, базилик. Господи, да это сочетание в любую пиццу идет в соус. Ну, короче, это очень вкусно за свою сложность приготовления. А с вами был славный дружиобломов и, конечно же, мой прекрасный ассистент Хрыч. Которому, которому должна достаться, должна достаться куриная грудка. Вот так. Молодец. Кушайте много, кушайте вкусно. Если выпуск понравился, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Если не понравилось, ставьте пальцы вниз. Ну и бог с ним тогда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok